Когда ты понял, что ты не такой умный, как о себе думал? У меня возникает проблема, когда нужно открыть дверь, на которой написано тени. Я слушал аудиокнигу, как тут мне в голову пришла мысль, а почему к аудиокниге не делают субтитры для слабослышащих? Так это и есть книга. Чувак, я даже не знаю, у меня такое чувство, что во мне живут два спорящих человека. Один настаивает, что мы дохрена умные, а второй умоляет понять, что все это бред, пока не стало слишком поздно. Ауч, мой папа ходил в кулинарную школу, и лучший урок, который он мне преподал, заключается в том, что при нарезке острого перца всегда нужно пользоваться перчатками. По-видимому, он усвоил это правило, когда отказался от перчаток, а потом пошел в уборную. Первый курс универа. В старших классах мне все давалось очень легко. Я был одним из счастливчиков, которые могли с минимальными усилиями со всем справиться. Набирал 99% в эквиваленте теста на проверку академических способностей в моей стране и так далее. А потом первый курс инженерного факультета сильно насрал на то, что я о себе думал, лол. Опыт был довольно унизительным. Вчера я пытался выйти из машины, не отстегнув ремень безопасности. Пару недель назад я решил закрыть дверцу машины и одновременно через плечо потянулся за ремнем. Так и прищемил сразу четыре пальца. Пожалуй, тупее я еще ничего не делал. А я дважды за один день прищемил дверце машины лодыжку. В свое оправдание могу сказать, что в первый раз было настолько больно, что мой мозг перестал работать. Для меня, наверное, когда я уронила пустой пластиковый дуршлаг, испугалась, потому что он мог ударить мне по ноге. Поэтому быстро убрала ногу и в итоге так сильно пнула ей шкафчик из цельного дерева, что сломала ноготь и трещина прошла прямо посередине. Дуршлаг весил, наверное, грамм 50. Удар от него я бы даже не почувствовала. Моя сестра сделала прямо противоположное. Она уронила большую стеклянную банку, полную сахара. И подумала, черт, она же может разбиться, если ударится о линолеум. И подставила под нее ногу, чтобы смягчить падение. Сломала большой палец на ноге. Смело с твоей стороны предполагать, что я считал себя умным. Я знаю, что я тупой, поэтому я никогда не разочаруюсь. Я очень много читала, где-то по книге за каждую пару дней. Так что у меня был хороший словарный запас. Но до 15 лет я мало разговаривала с людьми. И оказалось, что я криво произносила кучу слов, которые узнала из книг. Из-за чего несколько раз выглядело очень глупо. Поступил в университет. Половина людей там умнее и или имеют лучшее образование. А другая половина настолько же умные, как и ты. Заставляет понять, в насколько ограниченном мире ты жил. Колледж заставил меня понять, что я вовсе не одаренная. Просто у меня были очень строгие родители и очень маленькая выборка для сравнения. Так как я неплохо со всеми лажу, то часто использую немного имеющихся у меня знаний. Чтобы объяснить людям тему, в которой на самом деле не очень хорошо разбираюсь. Однажды молодой парень на работе мне сказал. Мне кажется, что ты знаешь достаточно, чтобы о чем-то говорить. Но недостаточно, чтобы на самом деле что-то знать. Без обид. И я подумала. Черт возьми, а он прав. У меня так же. И это работает, потому что я действительно много знаю об определенных вещах. И немного о многом другом. Я прочитал трет о том, как на самом деле ведут себя умные люди и как понять, что кто-то умный. И один комментарий попал в цель. По-настоящему умные люди готовы признать, что чего-то не знают. Кажется супер очевидным, но мне нравится быть тем, кто во многом разбирается и не нравится признавать, что я что-то не знаю. Так что я над этим работаю. Вместо того, чтобы кивать, будто я все понимаю, я задаю вопросы и узнаю новое. В старших классах я занимался по программе углубленного изучения предметов. Средний балл был 4. А потом я дважды завалил экзамены в колледже. И только когда я поступил в третий раз, то осознал, что наша солнечная система находится в галактике Млечный Путь. Когда я стал немножко умнее и смог понять, насколько я тупой. Возможно, сделаю так еще раз, когда удосужусь выучить еще какую-нибудь хрень. Когда попыталась надеть контактные линзы сразу после того, как закончила резать халапеньо. Хм, пожалуй, когда мне было года 22. Конец 90-х, начало 2000-х. Я был одним из тех детей, которые всегда участвовали в школьных программах по типу «одаренные» и «талантливые». Я занял первое место в конкурсе «Одиссея разума». В старшей школе я всегда был в классах с углубленным изучением предметов. И к выпускному году я набрал столько зачетов, что мне можно было ходить в школу через день. Я работал полный рабочий день в очень популярном музыкальном магазине. И к тому времени, когда мне исполнилось 17, я уже был ассистентом на больших концертах, где встречался и работал со всеми известными артистами того времени. Особенность того, что ты одаренный ребенок, заключается в том, что ты одаренный только когда ты ребенок. В остальном я был просто обычным человеком, у которого была работа. Когда мне было около 22 лет, моя работа, группа и то, что я жил один вдали от своих родителей, больше не казались чем-то особенным. Это загнало меня в глубокую депрессию, потому что я понял, что в каком-то смысле считал себя одаренным человеком. Но теперь больше ничто не делало меня таким уж особенным. Каждый раз, когда меня хвалили на работе, прежнего чувства от этого не возникало. Я писал музыку и играл ее в городе. У меня было много сольных выступлений, но я всегда чувствовал себя позером, жалким подобием. И задавался вопросом, зачем я вообще пытаюсь все это делать, когда так много людей, схожих со мной по возрасту и опыту, начинали достигать большего, чем я. В итоге, в 2002 году я совсем бросил музыку и переехал в другой штат. Начал карьеру в сфере гостиничного бизнеса и театрального менеджмента, оставаясь на бэкстейже, за занавесом или за кулисами. В новом городе я стал слишком зависеть эмоционально от каждого маленького успеха. И тот человек, которым я когда-то являлся, был спрятан подальше. Я больше не слушал музыку, никогда не ходил на концерты и не играл для себя дома, потому что это возвращало меня к тому, чего я невероятно стыдился. Я и близко не такой особенный, как то будущее, что мне пророчили. Мне казалось, что в родном городе я вел себя унизительно, когда расхаживал повсюду, будто у меня был такой уникальный талант, в то время как на самом деле я был ничтожен, и все об этом знали, кроме меня. Мне уже 43. Я только сейчас достаю из шкафа микрофонную стойку и снова сдуваю пыль со старых песен. Я абсолютно упустил возможность делать из своей музыки нечто большее. Я слишком стар, чтобы быть рок-звездой, и жизнь, полная травм и психических расстройств, многое у меня отняла. Но если карантин 2020 года мне что-то и дал, то это дни, когда я снова надеваю гитару, включаю усилитель, и своим пением возвращаюсь в 94-й год. Когда мне было 17, я жил на окраине Сакрамента, и мне приходилось каждый вторник вечером тайком выбираться из дома, чтобы поехать в центр города в Кайфе Пэрис, бар для тех, кто старше 21-го года, и выступить на своем вторничном концерте. Раньше я был одаредом ребенком, теперь я в некотором роде эксцентричный взрослый. Мой голос звучит иначе, чем 20 лет назад, но я все еще могу попадать в ноты. Песни все те же, но смысл в них другой. Через 7 лет после того, как продал 365 биткоинов по 30 долларов за биток. Всего лишь около 9-10 миллионов, которые так и не попали ко мне в карман. Думаю, что самым ценным подарком, который я получила от своего собственного ума, было осознание, что можно быть умным по-разному. Некоторые виды умности, в которых я не сильна, больше, чем другие, поддаются развитию путем обучения. В некоторых я всегда буду на посредственном уровне, в других я могу постепенно совершенствоваться с помощью работы и самоотдачи. В некоторых мне на самом деле и неинтересно преуспевать, а в каких-то я просто никогда не буду хороша, как бы сильно не старалась. Когда я в панике, почти полчаса искала свои очки, а они все это время были у меня на лице. Когда я пытаюсь выучить иностранный язык, ребенку такое дается легко, а для меня настоящее испытание. Без преувеличения, когда зашла на Reddit. Я никогда не считала себя суперумной или что-то в этом роде. Но здесь есть люди, которые буквально собирают компьютеры для развлечения. Типа ученых и все такое. Я никогда не буду достаточно для этого умна. Я работала в сфере здравоохранения, так что немного разбираюсь в химии и остальном, но не настолько. Я никогда не буду на подобном уровне, и это заставляет меня чувствовать себя очень тупой. У меня была обратная ситуация, той, что описано в вопросе. Большую часть своей взрослой жизни я думала, что что-то упускаю, когда видел людей, получивших высшее образование. Просто всегда предполагал, что они знают больше, чем я, и значит умнее. В 34 я получил диплом. Все время, пока я учился в институте, я понимал, что те люди, которые его заканчивают, не умнее остальных, они просто ходили на занятия. Это касалось не только студентов, но и профессоров. Я вышел из заблуждения, когда узнал, что повсюду, куда ни посмотри, есть настолько глупые люди. Даже в тех местах, куда, казалось бы, глупость отправляют на верную смерть. Если честно, в детстве я была олицетворением фразы «я самая умная». В основном из-за того, что я была ребенком, которому говорили «ты по-настоящему одаренная». И это развило во мне комплекс бога, который заставил меня думать, что я знаю все. Честно говоря, только в середине средней школы я внезапно начала осознавать, как мало я знаю. Моему младшему брату 12, и у него сейчас такая же проблема. Всем, кого он встречает, он сразу же говорит, что учится по программе для одаренных и танантливых в своей школе. И заставляет на словах признать, что он гений. Пытаюсь вразумить его, чтобы он успокоился, ведь потом все может поменяться. Не хочу, чтобы он не разочаровался, когда попадет в действительно сложную учебную программу, но он убежден, что он самый умный ребенок в мире. Лол. Когда я работал поваром, то готовил чашечки из тортильи, чтобы положить в них сальсу. Для этого используется небольшая формочка на палочке, чтобы окунуть во фритюрницу. Я уронил ее в масло, и официантка воскликнула, «О нет, как же ты ее достанешь?» Я с сарказмом ответил, что сделаю это рукой. А сам взял щипцы и начал стараться подцепить. Щипцы я уронил туда же, и пытаясь их ухватить, сунул руку в кипящее масло. Каким-то чудом я не обжегся, может рука была мокрой. Но теперь я знаю, что я либо тупой, либо невосприимчивый к фритюру. В колледже и после него, когда работал разработчиком программного обеспечения, я почти всегда был лучшим программистом в окружении. Ко мне всегда можно было обратиться, если требовалась помощь. Естественно, я подумал, что мне стоит попробовать помогать другим онлайн, например, на Stack Overflow или других форумах. Господи, я не был готов ко встрече с настоящими программистами. Я подумал, что мой ответ был довольно хорош. А потом с ужасом наблюдал, как профессионалы по кусочкам разбирают мой вариант решения задачи, будто стервятники терзают падаль. Это открыло мне глаза. Я знал, что я только в начале своей карьеры, и что мне еще многому предстоит научиться. Но ощущалось так, будто меня отбросило на исходную позицию. Сейчас я не выхожу за рамки своей темы и отвечаю только на базовые вопросы. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео напиши, когда ты понял, что ты не такой умный, как о себе думал. И не забудь посмотреть наши другие видосы. Пока!